ВЫРВАННЫЕ С КОРНЕМ ПОВАЛЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ ВЫРВАННЫЕ С КОРНЕМ ПОВАЛЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ СОРВАННЫЕ КРОВЛИ С КРЫШИ СКОРЁЖЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ПЕРЕВЁРНУТЫЕ АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ На данный момент известно уже о восьмерых погибших, около сорока. Это подтвердили власти столицы, обратились за медицинской помощью. Поминутная хроника московского урагана у пользователей соцсетей. В Москве случился ураган невиданной силы. Деревья, выдрова с корнем. Вот такими вот красивыми штабелями полегли деревья. Просто обалдеть. Все длится не больше получаса. Небо вмиг заволакивает густыми черными тучами. Ветер поднимается до 16 метров в секунду и крушит все на своем пути. На востоке столицы Первомайской улицы уносит детскую площадку и валит горку. В печатниках порывами поднимают мусорные контейнеры. В зоне стихии весь город достается и Подмосковью. Знаменитая пирамида голода на Новорижском шоссе теперь в руинах. В Королеве в щепке разметает продуктовый рынок. Перебои в работе метро. Упавшее дерево парализовало движение на участке Багратионовское-Кунцевское. По той же причине перебои в движении аэроэкспрессов в аэропорт Нуково. Жизнь в столичных офисах остановилась в районе 4 часов. Сотрудники с мыслью, где я оставил машину, бросились перепарковываться. И вот какую картину увидели большинство. Прошелся ураган и по подмосковной резиденции премьера вековые сосны рухнули на парковку, где находились несколько представительских автомобилей. Испанская делегация и журналисты фактически оказались заблокированы. Спасатели просят москвичей сохранять бдительность. Прогноз неутешительный. Непогода будет хозяйничать в столице до завтрашнего утра. А после ожидается еще и резкое похолодание. Евгения Плескова, Леонид Богданов и Дмитрий Колпачиков. Телеканал «Звезда». Москва.